Здарова, дорогие друзья, и добро пожаловать на мою кухню. Вы меня очень много раз спросили, чтобы я снял какие-то видео с приготовлением финских блюд. И сегодня как раз вот такое вот видео. Да, но видео непростое, потому что я решил принести из школы. Вы знаете, я работаю учителем, и у нас есть такой предмет домоведение. В Финляндии есть предмет домоведения, где в седьмых классах все ученики проходят обучение, как готовить простейшую еду. Так вот, сегодня разбираем книгу предмета домоведения. У семиклассников этот предмет обязательный, а восьмиклассники и девятиклассники могут его выбрать как вспомогательный предмет. И сегодня мы приготовим простейшее финское блюдо из вот этих вот ингредиентов. У меня куча еды сегодня на столе. И, естественно, сюрприз-сюрприз, мы будем сегодня готовить финский рыбный суп. Так его называют? Не знаю, это молочный рыбный суп какой-то белый. Это молочный рыбный суп для вас, дорогие друзья. В интернете есть куча разных рецептов, как это делается. И наверняка даже на русском языке, если вы сейчас зайдете в Ямнак или в Гугл, вы забьете финский рыбный суп, как его делать. Но мы сегодня будем делать именно по этому учебнику. Именно так его делают семиклассники, то есть дети 12-13 лет. В этом рецепте, который написан в этой книге для семиклассников, нам будет нужна морковка, картошка, лук, лук-порей. Вот я, кстати, никогда в жизни не использовал в пище лук-порей. Что это такое? От какой планеты-то? Невкусный? А зачем его в суп тогда кидать? Естественно, вода, какие-то специи, это соль, перец и лавровый лист. А также нам нужна рыба, лосось. Ну, тут в учебнике это 150 грамм, но это, скорее всего, на одну тарелку. Но у нас сегодня целых полкилограмма, чтобы сварить на всю семью. Чтобы и оператор тоже покушал. Ты очень хочешь кушать, да. Сейчас, подожди, сейчас все это приготовим. Дядя Илья скоро все сделает. Это самый дорогой ингредиент в этом блюде. То есть вот в Финляндии на данный момент лосось полкилограмма, буквально 600 грамм, стоит 16 евро 54 цента. Ну, по-моему, это дороговато. Ну, в России, наверное, примерно примерно так же. Как вы там едите? А мы не едим лосось. Вы не едите лосось? А это слишком дорого. Это слишком дорого? Конечно. Ну, естественно, самый главный ингредиент – это сливки. Кто-то мне говорил уже, что рыба и сливки – это несовместимые продукты. Но, как мы знаем, финский рыбный суп – это очень вкусно и очень совместимо. Один из самых главных ингредиентов для украшения – это укроп. Блин, вот я когда укроп нюхаю, мне вот, знаешь, это у бабушки, где я вот такой скучаю. Даровской поселок, Кировская область. Привет, Даровлянея. Я знаю, ребята, вы сейчас не можете путешествовать по Финляндии, но, сделав такой суп дома, из этих простейших ингредиентов, и именно, как я вам показал, как делают семиклассники пинской школы, вы мысленно погрузитесь в путешествие по Финляндии. Итак, начинаем готовку. Ставим кастрюлю на плиту. У нас здесь 2 литра воды. Пока вода закипает, мы режем лук, морковку и картофель на кубики. Я взял 2 большие луковицы, 4 маленькой морковки и 8 штук маленького картофеля. Когда вода закипит, добавляем в воду специи. У нас это соль, перец и лавровый лист. Я, по-моему, добавил 3-4 листа. Мы уменьшаем огонь и погружаем наши нарезанные овощи в кипящую воду. Варим все это добро примерно 10 минут на среднем огне. Пока наши овощи варятся на среднем огне, мы чистим лосось от кожи и нарезаем вот эту мякоть лосося кубиками. Я взял лосося примерно 560 грамм. После очистки кожи он будет где-то примерно весить полкилограмма. После этого мы нарезаем лук-порей кольцами. Тут сами смотрите на количество этого лука. Если честно, я вообще не хотел его добавлять в этот суп. После того, как наши овощи поварились на среднем огне 10 минут, мы закидываем кубики лосося и порезаны кольцами лук-порей в наш бульон. И варим все это еще 10 минут на среднем огне. Итак, последний этап. Мы заливаем сливки в бульон со всем нашим добром. И варим еще на медленном огне минут так 2 или 3. Жирность сливок может быть любой. Я предпочел сливки с 15% жирностью. Но запомните, чем больше жирности в сливках, тем вкуснее. Ну, это и ежу понятно. Я взял на этот суп 400 мл сливок. И вот прошло примерно 3 минуты. И мы украшаем наш суп свежим нарезанным укропом. Не забываем, что финский молочный рыбный суп нужно есть обязательно с ржаным хлебом и сливочным маслом. Ну, такие правила, ребята. Вот так вот сделали мы суп. Его, конечно же, можно делать и по-другому. Не обязательно добавлять воду, не обязательно добавлять лук в порей. Не обязательно, не знаю вообще, просто на сливках сварить рыбу луком и чесноком, и все будет нормально. Но мы сделали рецепт именно по учебнику для седьмого класса. Так вот учат детей 12-летних, 13-летних делать суп из рыбы. И вот он у меня, собственного приготовления. Собственного приготовления. Я даже что-то как-то очковатый. Я не знаю, я никогда суп не сделал. Нет, я больше варил, больше варил. Так, ну естественно, в школе, когда этот суп дают нашим ученикам, то обязательно должен быть черный хлеб, финский черный ржаной хлеб, да, намазанный простым сливочным маслом. Откусывайте хлеб. И закушивайте куклу. Какая же все-таки эта фигня. Шутка. Тут ничего ожидать не надо, это реальный вкус, наверное, с соли маловато, конечно. Но просто офигеть. Дорогие друзья, если вы захотите увидеть еще рецепты из книги и учебника для 7-го класса по домоведению, пишите в комментариях, оставляйте свои рецепты супа из лосося, как вы делаете, пишите обязательно. А вам нравится, когда кто-то швыркает? Все. Пишите свои комментарии, ставьте лайки. Ну и, естественно, свои пожелания, какой рецепт вы хотите увидеть еще в следующих видео. С вами был... С вами был... С вами был ваш покорный слуга Ютуба, Илья Редин. До новых встреч. Не получается. Все. Действительно, хороший суд. Давай. Давай.